Как только посмели, у последнего оставшегося в живых ветерана войны в Усть-Качке Раисы Ёлоховой выманили пенсионные сбережения и отняли квартиру. По словам близких, нечистые на руку соседи, пользуясь доверием пожилой женщины, переоформили на себя ее однушку и сняли со счета в банке более миллиона рублей. Теперь родственники 95-летней женщины ведут борьбу за возвращение старушки жилья. Подробности в репортаже Елены Яговцевой. Помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Несмотря на преклонный возраст, в глазах 95-летней фронтовички Раисы Назариной Ёлоховой до сих пор играет молодой задор. Всю войну она прослужила медицинской сестрой. Сначала под Ленинградом, затем возле Пскова, а потом в польском Кракове. Лечить приходилось как наших бойцов, так и пленных немцев. Они работали в госпитале, там полы мыли, воду качали, приносили с речки. В общем, они работали, целая бригада их там была. Вот заболеют, а куда их? К перевязочной медсестре, в перевязку приведут. Как обыкновенных наших солдат лечила. Валю-валю, скажут, валю-валю. А мне-то было смешно, валя, валя у нас. Ну, валю-валю, больно-больно. Вот у них слово, больно-валю. Раиса Назаровна получила тяжелое ранение позвоночника и после войны лечилась в Уськачке. Там и осталось работать. Жила в ведомственной квартире. Когда здоровье ухудшилось, пенсионерка договорилась с соседями, что те будут ей помогать. Делать уборку, готовить еду. Оформила на них генеральную доверенность, чтобы они могли решать некоторые вопросы без нее. А недавно выяснилось, что со счета в банке у Раисы Назаровны исчезло более миллиона рублей. Она миллион рублей сняла с моей книжки. Книжка, у меня было две книжки. Одна книжка у меня была, пенсия же была фронтовая, я же, видите, какая. Шла фронтовая пенсия. Она шла мне отдельно на книжку. Я с нее не трогала. И вот миллион накопился. Она с этой книжки сняла деньги. А я ей даже не догадаюсь. Затем пенсионерка узнала, что обнулилась и вторая сберегательная книжка, предназначенная для повседневных расходов. Внучатый племянник Раисы Ёлоховой Иван Ротган, наведавшись в очередной раз в гости к пожилородственнице, не увидел там ни одной кастрюли с приготовленной пищей. В комнате грязь, в шкафу лишь засохшие овощи и просроченная крупа. Через месяц, через два по 50 тысяч снимали на питание. Зашел на кухню. На кухне зерно, картошка, морковка, макароны, яички, масло и молоко. Ну, хлеб, видимо, они раз в два-три дня ей приносили. В дома была вообще паутина с потолка свисала. Гордину они украли. Более того, выяснилось, что люди, которые ухаживали за ветераном Великой Отечественной войны, приватизировали от ее имени, а затем и присвоили однокомнатную квартиру. Произошло это более 10 лет назад. Родственники Раисы Назаровны обратились в полицию. После этого соседи вернули миллион, а вот квартиру оставили в своей собственности. Они обещали как бы в течение двух недель все вернуть. Написали расписки, мне написали, в полицию расписки написали, что вернут квартиру, вернут деньги все. Деньги вернули, а квартиру, оказывается, оформили они на своего сына, который вообще не проживал никогда и живет в Перми. А сейчас адвокат будет работать, как это все пройдет дальше, не знаю. О проблемах Раисы Назаровны в местной администрации знают. Говорят, что эта женщина единственный на всю скачку ветеран войны. Она частая гостья различных торжественных и патриотических мероприятий. Чиновники утверждают, что до недавнего времени между бывшей фронтовичкой и ухаживающей за ней семьей были вполне доверительные отношения. У Раисы Назаровны в 2019 году в августе месяце был юбилей, 95 лет. Представители администрации поздравляли ее и при этом разговаривали с Раисой Назаровной. Никаких претензий к своим соседям Раиса Назаровна не предъявляла. И наоборот говорила, что ее все устраивает. Буквально от недавнего времени, когда что-то случилось, какие-то недопонимания. Последние месяцы соседи за Раисой Ёлоховой уже не ухаживают. Она теперь живет в Краснокамске, в квартире у родственников. И больше всего мечтает вернуться домой. Боевая старушка отказывается верить, что квартира, честно полученная за годы работы на курорте Уськачка, давно принадлежит другим людям. А ее близкие сейчас надеются на помощь правоохранительных органов. Также они направили обращение в приемную президента России и правительства Пермского края. Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.